Всех приветствую на канале Outlook Alive. Не думала, что буду развивать эту тему, но в последнее время у меня часто задают вопросы именно про наши стимы, потому что в некоторых видео видно, что Лука очень сильно стимит руками, и люди спрашивают, что мы делаем, и вообще как мы с этой проблемой боремся ли. Я уже выкладывала видео такого плана на мой канал, и в этом видео я бы хотела рассказать именно о наших стимах, то есть показать и объяснить причины, и рассказать, как мы, в принципе, с этим боремся, и стоит ли с этим бороться. По крупному счету у каждого нормального человека есть свой стиминг. Есть, наверное, свой прием, когда либо скучно, либо грустно, либо что-то еще. Например, вспомните себя во время школьных занятий или на лекции, когда вам скучно, и вам хочется уже, вот вы не дождетесь, когда эта лекция закончится, что вы делаете? Либо рисуете какие-то повторяющиеся цветочки на одном листе. Я, например, иногда барабанила пальцами, но меня пресекали, потому что это было слышно. То есть у аутистов, конечно, все это в разы по-другому. И их повторяющиеся действия нам кажутся абсолютно ненормальные. Причины стиминга, в принципе, ясны. Это первое – снятие напряжения, и второе – это получение сенсорных ощущений. Все специалисты, которые работают с аутистами, все в голос говорят, что бороться со стимингом не надо, если это только не угрожает жизни и здоровью самого ребенка-аутиста и окружающих. А теперь я бы хотела перейти к видам самостимуляции у ребенка с расстройством аутистического спектра на примере своего сына. Их всего шесть. Это зрительный, аудиторный или слуховой, тактильный, вестибулярный, вкусовой и обонятельный. Давайте начнем с визуального. Он у нас есть. Я сейчас хочу поставить кусочек в видео, и вы посмотрите. С этим стимом у нас было связано длительное обследование по неврологии, потому что у Луки, помимо расстройства аутистического спектра, есть еще и неврология, и это эпилепсия. И нам долго казалось, что именно эти стимы имеют поднагодную неврологию. То есть я призываю, конечно, родителей, кто заметил вот такие вот странные движения глазами у ребенка, обязательно проверить неврологию просто на всякий случай, чтобы быть уверенным, что этого, по крайней мере, у вас нет. Да, потому что одним из видов визуальной самостимуляции встречается отсутствующий взгляд, то есть взгляд в одну точку. Но также при эпилепсии, кто знает, кто знаком с этой проблемой, есть такой термин, как абсансы. Это эпилептический приступ фактически. То есть в этом случае, если у вас какие-то подозрения, что у ребенка что-то не то, он зависает, или у него глаза уезжают, обязательно проверьте на неврологию и исключите эту проблему. Визуальные самостимуляции могут быть совершенно разные. Про наши я уже сказала, но это может быть близкое поднесение предметов к глазам, любовь рассматривать крутящиеся объекты, постоянное прищуривание глаз, вращение, моргание и так далее. А еще я забыла про визуальную самостимуляцию сказать, что это может быть любовь к определенному орнаменту или рисунку. То есть ребенок постоянно ищет какие-то свои геометрические фигуры или свой рисунок, где-то обои, ковры, что угодно. Следующий стимминг – это звуковой. У нас он есть, у нас он выражается в хлопанье ладошами. Сейчас я покажу. Этот стимминг также может проявляться в повторяющихся действиях нажатии руками на уши, как многие в детстве прикалывались с друзьями и говорили, скажи что-то, я тебя послушаю. То есть у аутистов это просто в разы сильнее. Также громкое щелкивание пальцев, ритмичное повторение отдельных звуков или мелодий и отстукивание каких-то тоже мелодий руками или ногами. Еще одним проявлением звукового стимминга – это может быть ахололея. Она очень часто бывает в детском возрасте, во взрослом возрасте она сходит на нет, видимо, под действием коррекции и образования. Но в детском возрасте очень часто дети повторяют какие-то фразы из мультиков или из книг или вообще услышанную где-то, и вот это идет как у попугайчика. У нас это тоже было, мы переросли, но периодически у нас возникают какие-то вот такие вот ему понравились фразы, он их может неделю, например, повторять, а потом переходит к другой. То есть это есть, но не так очевидно, как было раньше. Следующий вид стимминга – тактильный. У нас он был и, можно сказать, есть до сих пор. Я, к сожалению, не могу это снять. В чем он проявляется? Ну, во-первых, это проявляется в любви к какой-то определенной текстуре. Это может быть песок, это может быть вода, это может быть шершавая какая-то поверхность и так далее. Также, например, в нашем случае у нас тактильные ощущения были, если у Луки был какой-то прыщик или какая-то царапинка, он это все благополучно раздирал. Это очень неприятное такое вот поведение, и мы с этим очень сильно боролись. Сейчас, к счастью, это практически прошло, но любая маленькая погрешность на коже у него вызывала вот дискомфорт. То есть, он реально расцарапывал себе маленький прыщик до какой-то язвы, или там маленькую ранку он доцарапывал до шрама. Из тактильных самостимуляций могут быть сжатие-разжатие кулаков, поглаживание, например, кожи, вашей или своей, и так далее. То есть, все, что связано вот с получением ощущений через кожу. Следующий вид стиминга я сейчас покажу, и вы сразу поймете, про что я. Это вестибулярный стиминг, он может выражаться в разных ипостасях. Это покачивание вперед-назад. Раньше у нас часто такое было, даже вот он стоял и раскачивался с одной ноги на другую. То есть, получал от этого какое-то вот свое сенсорное удовольствие. Сейчас он может читать, например, книжку и тоже раскачиваться в стуле. Соответственно, у нас бег кругами так и остался. То есть, я понимаю, что это он делает для разрядки. Это могут быть шаги вперед-назад. Прыжки, что там, длительное вращение вокруг своей оси. Качели, да, аутисты любят качели. То есть, не просто там покачаться на качелях, они могут часами качаться. Следующий вид самостимуляции – это вкусовой. Здесь ребенок может облизывать либо какие-то предметы, либо свои руки. Также он может засовывать руки в рот или засовывать другие предметы и жевать. То есть, вот в этом заключается вкусовая самостимуляция. Последнее самое – это обонятельный вид самостимуляции. У ребенка зацикленность на каком-то запахе. Он может нюхать другого человека или может быть зациклен на каком-то определенном запахе и так далее. Причина самостимуляции при аутизме до сих пор не изучена до конца. Но здесь есть две основные гипотезы. Это детям с гиперчувствительностью стимминг помогает уменьшить поток стимуляции извне. А также гипочувствительные дети, у которых не хватает вот этого сенсорного восприятия, как раз-таки получают дополнительное сенсорное удовольствие от самостимуляции. Чтобы понять, что дает аутисту стимминг, нужно тогда послушать, наверное, что говорят сами аутисты. Высокофункциональные аутисты говорят о том, что, например, стимминг для них – это… Представьте, что вы что-то вкусненькое готовите, и вы открываете крышку и вдыхаете этот запах. Закрываете крышку, добавили что-то, опять вдыхаете. То есть для аутиста это примерно то же самое. Или, например, вы идёте после тяжёлого рабочего дня в ванну, набирается вода, тёплая, у вас свечи, вино и так далее и тому подобное. Вы уже легли в эту ванну, воды только половина, и тут идёт холодная вода. Вот это примерно то же самое, когда аутисту в приказном порядке говорят, что останови свои действия. Вот как-то так чувствуют это люди со спектром. Уже доказано, что аутостимуляция имеет обратную связь для наших чувств. То есть она помогает аутистам лучше чувствовать своё тело. Да, может быть, через повторяющие действия, через какие-то навязчивые такие вот ситуации, но они лучше ощущают себя в нашем мире. Самостимуляция является, конечно, одним из способов получить удовольствие. То есть у детей с аутизмом, наверное, на каком-то этапе вырабатывается, от каких-то конкретных действий вырабатывается гормон эндорфин, гормон счастья. И тем самым у ребёнка есть такое ощущение, что он счастлив и доволен. И также самостимуляция очень часто используется как снятие стресса. Все те моменты, которые я показала вам сегодня в видео, я разделяю на две категории. Лука стимит только в двух случаях. Первое – это когда он не знает, чем заняться. И второе – это когда он снимает таким образом стресс. В сутках 24 часа. И заниматься с лукой или нагружать его какими-то действиями все 24 часа я не могу. У ребёнка должно быть своё свободное время. Как он его тратит – это его личное дело. Да, к сожалению, когда ему нечем заняться, он может кружиться по квартире кругами и махать руками и хлопать. С другой стороны, когда он отдыхает от занятий, он также может кружиться по квартире и хлопать руками. И именно этим он получает разрядку. То есть именно так он отдыхает. Заменять эти действия на какие-то другие я, к сожалению, пока не могу. Потому что если он занят, он не стимит. Но бывают такие моменты, когда, например, мы находимся в аэропорту, в магазине, в каком-то другом общественном месте. Он может себе позволить нарезать там пару кружочков и помахать руками. К сожалению, это ещё происходит. Но это становится всё реже и реже. Потому что он уже понимает, что дом – это дом, можно стоять на ушах, а улица – это совершенно другое. И нормы поведения – они должны быть другие. Я отношусь и относилась к категории родителей, которые хотят избавиться от стиминга. Вот хочу, да. Одно дело – это дома, а другое дело – это на улице. Конечно, мне это неприятно. Да, я делаю вид, что я отношусь к этому нормально. Но я считаю, что, конечно, можно было бы от стимов избавиться. Прежде всего, вам нужно понять природу возникновения этих стимов. Если и попытаться их заменить, если эти стимы очень мешают жить ребёнку, очень идут в разрез каким-то основным принципам общества и так далее. Ну, первое – это можно научить заменять привычное аутостимулирующее поведение ребёнка на какое-то другое. Например, не расцарапывать там, скажем, кожу до крови, как мы это делали. А я какое-то время сильно клеила всё пластырями, бинтами даже. И одевала такие, знаете, медицинские повязки. То есть, фактически, вот у него здесь маленький прыщик, который он расцарапал, а я одеваю повязку на всю руку. То есть, доступ к коже нет. Поэтому ребёнок забывает. Ладно, это такие экстремальные как бы меры. Из того, что можно сделать, это изменить среду или условия, которые вызывают такие вот поведения у ребёнка. Например, ребёнок боится большого скопления народа и сразу начинает вокализировать или стимить. Ребёнок боится каких-то неизвестных ощущений и тоже начинает стимить. И так далее. То есть, подстраивайтесь под ребёнка, да. Как бы это ни звучало странно, нам, родителям, приходится это делать. И вполне возможно, через какое-то время, те моменты, которые раньше вызывали у ребёнка, позыв к стимингу, они пропадут. Про ABA-терапию и сенсорную интеграцию я даже говорить не буду, потому что для наших детей это очень важно. То есть, обязательно скажите вашему терапевту или специалисту по сенсорной интеграции, что вы хотите получить определённый результат от либо замены стиминга на более мягкие, либо ухода от него и так далее. И вы вдвоём должны как-то этот вопрос проработать. Наши дети со спектром очень чувствительны ко всяким переменам и ко всяким таким вот форс-мажорным обстоятельствам. То есть, не пытайтесь форсировать ситуацию, делайте всё постепенно, потому что быстрей-быстрей у нас, к сожалению, не совсем получится. Это только спровоцирует ухудшение в поведенческое у ребёнка, и вы никуда не придёте. Лучше маленькими шажочками, но постепенно. И последнее, это то, что я хотела сказать, у некоторых детей поведение напрямую зависит от диеты. Я не буду сейчас сдаваться в подробности, но если у вашего ребёнка есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то, в принципе, принятие витаминов и поддерживающая диета, она только пойдёт на пользу. Я надеюсь, это видео было для кого-то полезным и интересным. Пожалуйста, пишите мне в комментариях, что вы по этому поводу думаете, у кого есть такие же проблемы, как вы боретесь. И последнее, что я хотела сказать, это не бойтесь перехвалить ребёнка. Похвала, поощрение для наших детей – это вот всё. То есть, это единственное, что работает. Никакие крики, не уговоры не работают так эффективно, как дифирамбы. Так что на этом я с вами прощаюсь. Всем пока и до новых встреч!